Железноводская и так давно носит неофициальный титул маленькой Швейцарии. Теперь к этому можно прибавить еще и маленькую Францию, хотя бы южную. Новые набережные так и манят намотать кружок другой вокруг озера, будь вы хоть местный, хоть и с Сибири. Я здесь местный, но 35 лет отработал в Заполярье, в депутатском, а это ко мне приехали друзья. И я их вожу по нашим достопримечательным, по нашим прекрасным местам. Ваши края вообще прекрасные места. Особенно Лермонтов здесь был. Не зря он тут был. Спасибо, приезжайте к нам на Байкал. Это как-нибудь попозже, а пока и тут плотность разных интересностей на квадратный километр зашкаливает. Хотите искупаться? Вот вам с десяток пирсов. Порыбачить? Найдется местечко. Позагорать с солярий под открытым небом с шезлонгами. Для спортсменов тренажеры, площадки для баскетбола и пляжного волейбола. Для детей огороженный мелководный бассейн и игровые зоны. Или вот остров с горами КМВ в миниатюре. И все это в шаговой доступности друг от друга. Вообще у этого озера довольно интересная история. Еще в начале прошлого века местные жители называли это место Камышки. По понятным причинам было это болото, населенное, как поговаривают, огромными москитными комарами. Но в 50-е годы ситуацию было решено исправить. Водоем почистили, проложили дорожки и провели воду из источников горы Железная. Но с тех пор ремонта тут по большому счету никогда не было и вода закономерно вновь зацвела. Теперь озеро переживает уже третье рождение и в этот раз упадок ему точно не грозит. Об этом говорит как минимум интерес горожан и гостей. Повод приехать в Железноводск, пройтись по лечебному парку, по теренкурам этим. Так что это лишний повод вырваться из дома и приехать в окружение подруг и внучек. Преобразилось озеро благодаря проекту по формированию комфортной городской среды. На все работы край выделил больше 100 миллионов рублей. До конца ремонта осталась буквально неделя, но за всей стройкой ежедневно следит мэр Евгений Моисеев. Уже шутит, что стоило бы оборудовать выездной рабочий кабинет на берегу. Наша задача монетизировать каждый кусочек нашего города, природных богатств, не продавая их. Потому что тогда они будут конечные. А так они у нас будут еще очень долго-долго, многие годы, десятилетия, помогать жить нашему городу. Так вот, что у нас даже бордюр на детских площадках, они у нас резиновые. Если увидите, это вот из торсырья, это наши шины, которые переработаны, которые покрыты также нашей спортивной площадкой. Кстати, озеро это еще не все. Ведет к нему самая протяженная на юге страны каскадная лестница. Ее построили прошлой осенью. Аккурат посередине расположен бювет книга, в котором голосами журналистов своего ТВ звучат стихи Лермонтова. Есть там и ваш покорный слуга, а это вот, например, читает наша Аня Кривецкая. О южные горы, отторгнут от вас. Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз. Как сладкую песню от чизны моей. Люблю я Кавказ. Закончить работы здесь обещают уже в августе. На берегу установят арт-объект «Сердце Железноводское», которое будет светить по ночам с вершины башни. А уже осенью под парящей набережной должны открыться уютные кафе и магазинчики. Так что точно можно будет поехать отдохнуть на целый день и ни разу не заскучать. На себе проверили Никита Шишков и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.